Мы исследуем двигательные единицы формы С, поэтому мы спину мозг. И главное, если вы исследуете что-то там на лице, понимаете, мы выводы получаем сразу об этом. Двигательные единицы это целая. Одна часть находится спину мозга, а другая часть находится вот здесь у нас там, на руке или на спине. Ну и быстрые силы, они по сути свои, они мало отличаются, очень сильно отличаются медленные составы, а эти две отличаются только набором ферментов. Если мы исследуем волосы с бороды, то мы исследуем голову. Получается так. Ну я не говорил о волосе, волосе из головы, я говорил о анатомических, это анатомические вещи. Это микроанатомия. Спасибо за ваше внимание. График силы, график управляемости. Неуправляемые двигательные единицы работают всегда, поэтому когда пациент говорит, я там расслабился, там всегда возникает вопрос, скорее всего, двигательная единица удлинилась с одной стороны, но где-то с другой стороны откратилась, или она удлинилась в другом вопросе тоже. И, собственно говоря, они поддерживают длину либо в одном положении, либо в другом. Не расслабляются, они работают. А в других, мы видим, графики их управляемости и работы совершенно другие. То есть они какое-то время совершают работу, а затем находятся с поддерживающим. Что? Это не я измелел. Я попрошу фундаментальную биологическую физиологию. Это доктор Камкин и Каменский. Да, это Камкин, это по другому пути. Восправляет кафедру в Пироговском университете. Каменский, это с кафедрой университета. Это наши русские ученые. Можно я сейчас по команду расскажу это все, а потом тогда будут вопросы в этом отделе. Спасибо. Значит, еще раз. Единственная возможность... Уникальные вещи, ну, Далюш, понятно. Вот ты слушай. Тебе в воспитании это не скажешь. Я не знаю. Твоя задача, потерпение, что зажни вот так вот. Ну, я забываю. Ну, понятно. А непонятно потому, что никто об этом никогда не говорил. Потому что вы уже забыли. Во-первых, мы это не изучали. Нет, так я правду сказать. Вот это три газика. Вот первый, что это? Второй, что это? Третий, что это? Вот дополнительно, дополнительно, у тебя мысли на вопрос. А ты должен слушать. Вот когда послушаешь? Когда послушаешь? Вот смотри сколько. Тридцать человек слушает, да? Без комментариев. Поэтому, не мешая докладчику... Давайте здесь вот закончим и продолжим. Очень сложно, да, дискутировать докладчику. Спасибо. Эта графика показывает последовательность увеличения тех двигательных единиц движения. То есть всегда двигательные единицы формы привлекают спину. Затем скорость, затем силы. И не просто так, как происходит, а под контролем, под обратной связью тех датчиков, которые находятся в самой мышце, энтрофузальной мышечной волокно, и датчиков силы, которые находятся в сухожилии, ну, и датчиков, которые находятся в фасте. Я часть слайдов сейчас не могу зачитывать. Презентацию можно взять и посмотреть будет этот материал. А также хочу еще раз подчеркнуть, что это слайды из приморческой фундаментальной физиологии. Я им делал язык, без того, чтобы их рассказать, непонятно, каким образом наши простые тесты и простое уравновешивание, простой контроль симметрии аутохторной мускулатуры туловища даст поразительные результаты по тому, как человек будет двигаться, как у него будет разнабжаться головной мозг. Это топография ультеральной медиальной двигательной системы. Мы к этому термину сейчас подойдем. Что такое ультеральная, что такое медиальная. То есть мы видим двигательные единицы, расположенные части из них по центру, а части из них идут по конечностям. И в соответствии этой топографии спинном мозге. Те, которые осевые мышцы плывающие, они располагаются спинном мозге идеально. Другие располагаются, видите, ультерально. И это топография верхней конечности. Это микроанадомия. И теперь становится понятно, что их срез, да, поперечники спинного мозга в метамере объединяет как двигательные единицы, имеющие отношение к туловищу, руке, если это находится в одном сегменте, а также двигательные единицы тех нейронов, которые принято называть автономными или вегетативными. И по своей сути, если здесь возникло какое-то общее возбуждение или общее действие, то и двигательные единицы автономной системы будут реагировать совместно. То есть гладкая мускулатура будет работать совместно с мускулатурой скелетной, волосяные фолликулы, мышца, которая поднимает волосок, будет работать совместно. Те нейроны вегетативные, двигательные, которые идут к железам внутренней секреции, будут работать совместно. Ну и иммунные клетки, которые также не двигаются, будут работать совместно. Вот это, если мы это знаем и мы это рассказываем врачам, в общем, просто врачам, то тогда становится понятно, чем мы занимаемся. Что мы не просто давим, а мы проконтролировав изменения в сегменте, что мы очень много сделали изменений. И что это в настоящее время в различных ремеслах, я с большой буквы говорю, профессиях, потому что в разных странах по-разному они зарегистрированы, имеют наименование профессии мущественной медицины, наработаны технологии, подтвержденные опытом применения, статистикой. Пусть они разные, но они есть, и они имеют под собой научное обоснование. Именно его там и надо использовать в гуманальной терапии, на мой взгляд, и в ортопедии. Если мы это не будем делать, то кто-то этим займется. В общем-то, по общей тенденции так и движется. И есть тот субстрат, который объединяет эту работу. Это сеть интер нейронов. В ней ром пиль тот, та часть, которая по длиннику или по перелечнику обеспечивает синхронную работу двигательных двигателей. В конную гидру в одном месте среагировала вся. Ну, в случае человека это более сложно устроенная часть, может среагировать как вся система, так и отдельные части генераторов локомоторных циклов. Ну, хочу подчеркнуть, что те, что в центре находятся, они-то, обратите внимание, имеют между собой очень много связей. И это анатомическая и функциональная основа тестов на симметрию работы аутохтонной мускулатуры тумбища. Вот она где кроется. И значимость этого теста. Если мы увидели симметричную работу, значит мы увидели то, что эти интер нейроны в данном метамиле заработали совместно. Нет какой-то однонаправленности движения и соответственных форм реагирования. Мы сейчас подойдем к этому рецепрогное и синергичное. А это значит, что, ну простой пример, мы все из одной школы, вспышка справа, надо упасть влево. Вспышка спереди, надо упасть назад. То есть, двигательная система должна быть подготовлена к тому, чтобы среагировать в любом направлении адекватно в данной ситуации. Если у нас существует какой-то начат возбуждения или какая-то однонаправленность реагирования, которое мы в реакционном тесте увидели, это что значит? Вспышка спереди, падаем влево. Вспышка слева, все равно падаем влево. То есть, существует какая-то постоянно возникающая однонаправленность рефлекторного реагирования. Постоянное возникновение рефлекса опоры в каком-то месте или рецепрогного рефлекса, что в итоге приходит к тому, что анатомическая часть будет работать в ситуативно несоответствующем режиме. Это, то, что я сейчас говорю, это все слова, в общем-то, из функциональных систем. Это можно отнести и к трансмиссии в машине, и к работе человеческой сети интернеронов. И очень важная вещь, подчеркивающая то, что мы контролируем работу осевой атактонной мускулатуры туловища, и при этом сознание мало на это может повлиять, то, что всего лишь 10% идут из двигательных зон к этим мутонеронам. Часть из них прямо к ним, а большая часть, опять же, к интернеронам. И лишь вот эти объединяющие разные влияния структуры, из них идёт напрямую к интернеронам, а затем уже к медиальной двигательной системе. Подчеркну ещё раз, что это идёт через сеть, соответственно, сеть спинного мозга, ну или ретикулярные формации головного мозга, сетевые какие-то формации. Поэтому, когда мы контролируем фриктивный тест, мы контролируем жизненные силы человека. И, в общем-то, физиологи говорят, что выделили нисходящие пути управления медиальные, вот эти, которые сознанию мало в двигательной части, впрямую, подвергающиеся контролю. И те, которые чаще всего называют пирамидной частью, ну, физиологи ушли от этого тела, потому что он, с точки зрения физиологии, по-видимому, не имеет права на жизнь. Хотя фракция может поменяться, потому что он удобен для практических целей. Так вот, из двигательных зон, которые на этих 90% идут к латеральным участкам спинного мозга, это наши пальцы, рука и, в общем, отдельная часть – это мышцы печевого, тазового пояса. Представляете, вообще-то в анатомии, по привесу, моя любимая книжка, там все написано. Там есть. И то, что, кроме того, что эти же части анатомически выделяемые, они имеют функциональное значимое различие, как, например, пояс тазовых, конечно, ну, тазовый пояс и плечевой пояс, эти мышцы, они где-то пополам смажаются, как от лутеральной исходящей системы, так и медиальной, и от лутеральной, и так далее. Схватка иногда приводит к тем клиническим эффектам, которые мы видим в виде плечо-лопаточного или артроза, или заболеваниях разъедренного сустава. Ну, и туловище. Обратите внимание туловище. Сколько его проекция в кадре, и большой палец. Сколько же минимум этим занимается. Ну, хочу подчеркнуть, что традиционных зон там много, всегда есть улица одна, там их три. В общем, там их много, в самом деле. Поэтому сложно устроить на системе. А в большей части опытом занимается медиальная двигательная система, это больше четыре. Мы видим традиционные зоны туловища. Большие, руки такие небольшие, но тоже есть. Это нисходящее влияние. Вот мы видим. И стеблируем тракт. И видим, что модулируется. И это, видите, точки приложения. Опять, в первую очередь, это внутренние роны. Это связь спинного и головного мозга. Ну, это такой вот объединяющий слайд. Здесь представлено наиболее значимое то, о чем мы говорим. Что в нашей медиальной двигательной системе важно, в первую очередь, проработать ножичка. И комплексно, в учет всех этих влияний, какие бы ни идут, и решения очень часто будут приниматься как раз самой сетью спинного мозга. И это очень важно. Поэтому простыми способами, как уже известными, мы можем легко активировать эту нейронную сеть с каких-то афферентных полей, укладывая человека в позы. И если мы знаем, что именно они, эти афферентные поля и давление на тело, и сама поза, является активатором работы этой нейронной сети, то, в общем-то, это простая, логичная вещь. Когда мы просто картируем эти позы, и они у нас уже есть, да? Очень большая работа Галила Игоновича Левита в этом плане проведена в том, чтобы это все, в общем-то, сделать доступным, понятным. Мы на кафедрах, Галила Алексея Егоровича, Анатолия Тимофеевича, я там вижу, когда какие-то сложные вещи, они выдают очень простые, понятные и достойные. Важная вещь, да? Кстати, удар по точкам сухожилия, всем уже известно, что это не глубокий сухожилий, а это сухожилие передалось растяжение на эндрофузальное утончание, и затем вызвало быстрый ответ мышцы. То же самое может происходить и при медленном удлинении волокна. И мы видим, что этот датчик состоит из двух частей. Это длинные скорости, а это длинные. Если мы просто растягиваем, то мышцу мы получаем тоже либо в ответ лечения, либо в уменьшении ее силы и длины. И хочу обратить внимание на медленно адаптирующиеся наши рецепторы, которые как раз во многих технологиях ортеза, ну так же и в наших онлайных технологиях, именно в воздух, когда уже человек какую-то жизнь принимает, именно они имеют большое значение, и расположены они, в первую очередь, в вас, в кожу. Это очень хорошо понимать, как на этом флайде, как можно это все делать. Простые вещи подул на руку, вместе удар или рядом с ударом. Но цецептор здесь один какой-то, ну, группа, пусть будет из ста, да, разбуждена и идет вверх. И мы еще пять тысяч рецепторов подул на руку активировали, и в месте переключения здесь там пять и пять тысяч, а вверху всего лишь два вот конвертирующих диффузный болевой тормазный контроль. И таким образом мы это, по сути, используем, когда человеком нужно бесплатить. И вот это все. Воздействуем на рецептор, активируем сразу сеть, и активируются разные двигательные единицы, в зависимости от того, как мы активировали сенсоры, как мы активировали эти филентные рецепторные поля. И очень важная вещь – понятие рецепторности и синергичности. В общем-то тоже несложно. Есть какое-то филентное поле, которое активировалось, да, подбежало все к интернерону опять же, и возник ответ в виде сгибания. Террибательный рефлекс. Но часть прибежала на другую половинку спинного мозга, и возник рефлекс-отборы. В чем отличие рефлекс-отборы, когда подные мышцы, принятые в анатомии называющиеся антагонистами, напугаются? Понятно, да? Я могу держать руку вот так вверху, потому что у меня и бицепс, и трицепс напряжены одинаково. И я могу этой рукой двигать в одну сторону или в другую, потому что у меня в ответ на надвижение бицепса расслабляется трицепс, трицепроп. Собственно говоря, в утактонных мышцах туловища мы это и видим, когда человек сгибается, когда мы поставили пальцы, и там, где мы видим феномен блокирования, это феномен опоры. Там, где мы видим движение, там мы видим рецепроп, то есть работает рецепроп, да, и часто в ответ на сгибание вперёд, он сзади у нас расслабляется внутренне официальности. И это относится как раз к нейроническому рефлексу. И очень важно, что наши мероприятия влияют на векано-селективные юные каналы, находящиеся в каждой клетке. Ну, не как ортопеду, в первую очередь, это относится к костной ткани. Мы это знаем по идее. То есть растяжение цитоскелета или мембранной клетки меняет её обмен веществ поток разных ионов. К сожалению, только недавно подошли к этому. Может быть, отчасти это связано с развитием общей науки, а может быть, конечно, и связано с тем, что в основном химические реагенты и химическая промышленность развивалась. Так вот, эта основа – это биофизическая, физиологическая основа наших действий, которые, если мы говорим врачам других специальностей, то мы понимаем, что наши технологии в большей части более важны, более значны, чем их технологии. Мы можем их применять, и это всё научно, и в настоящее время в основном. Ну, здесь мы видим эффилентный полис, изменяя положение ног. Мы приводим к изменению всей двигательной системы, к изменению распределения давления внутри этой системы, и, соответственно, меняется как рост скелета костей, то, что я в своей практике, с артрозами, с артрозами. Так меняется и параметр гидродинамического распределения, что очень важно для работы сердца, например, и сосудов. Хочу подчеркнуть, что сейчас Камкина кафедра работает как раз в направлении гидродинамики и изучения этих насосов в отношении сердечно-сосудистой деятельности. Это физиологическая часть, собственно говоря. и теперь становится понятно, что влияя на какие-то эффилентные поля, и эти зоны биологически значимые, мы их знаем, да, это покушать, да, это убежать от опасности. И любить. В общем-то, это известные вещи. И теперь мы можем применять это более уверенно, более доказуемо, и находить какие-то другие способы, 7-минутные в данной конкретной обстановке, меньше привязываясь к каким-то вот... Интуитивным. Ну, каким-то догмам я бы сказал так, да, кто-то нашел какую-то... Понимающий метод, да. Мы понимаем, что мы делаем, и можем это использовать. Ну, то есть, понимаете, в речный путь художник вот изобразил так, что и не начинает выйти. Ну, и таким образом мануальную терапию можно по-другому сформулировать, что это русская школа мануальной мощно-скелетной медицины. Это фундаментальная дисциплина. Это высшая клиническая врачебная школа, основанная на принципах фундаментальной анатомии и фундаментальной физиологии, которая интегрирована с владением целевым комбинированным применением эффективных и безопасных мягких методов регуляции двигательной системы. Преимущественная активация филентного рецепторного хода, в котором модулируем активность собственной нейронной сети спинного мозга, функциональных эффективных систем для двигательных единиц и методомеров. Ну, других. Еще раз подчеркну, с ограничением и исключением книги с аналогами. Ну, здесь вы видите, из которых я очень уважаю, пользуюсь трудами, и как книгами, и Галития Игоревича Самарукова, Анатолия Тимофеевича Небовского, и старых вас, Игорь Михайловича. Книги есть в Органической и государственной медицинской академии, в библиотеке Никитинской. Вот. Важные вещи. Владимир Ильич... Нечаев. Нечаев, да. Ну, и его сканированные работы, которые есть в лестнике ортопедии, в лестнике гильдера, от обедов. Ну, их мы стараемся, предлагаем для ознакомления. Ну, а сама технология, которая механически эффектурно регулирует медианную и юридную систему, в принципе, ее может собрать каждый человек, участвующий здесь, который может воспользоваться при этом флексионным тестом или тестом силы по тренитурифу. Мне посчастливилось видеть, как именно он это делает, и на него обучаться. Поэтому, я хочу сказать, что это тот же самый ортопедический тест силы. Ну, вот, пяти- или шестибальная шкала существует, и у Янда она написана точно так же. То есть, между максимальной силой и недостаточным сопротивлением в этой педии, это мы все знаем, собственно говоря. Там никакого какого чего-то там сверхъестественного нет, это естественная вещь. Еще раз подчеркну, что физика, механика, биология, физиология, теории функциональных систем, в нашем приложении двигательные сенсоры и клиническая практика, они являются теми критериями. Я говорил с этой позиции, и, собственно говоря, здесь, на этом слайде, представлено, опять же, по тому, как в мануальная мышечно-скелетная медицина представлена ФИМ, и я считаю это очень правильно, потому что у нас есть диагностика, и это пропедевтика, и мы видим, что, когда мы исследуем объект человека, прямую исследуем, сразу исследуем своим мозгом, и мы можем сделать очень большие выводы по отношению работы человека как функциональной системы. оценка боли и болезни, симметрия формы, ограничение движения, локальные измерения структуры ткани, в соответствии с принципами доказательной медицины, в понятиях клинической физиологии, то, чем мы пользуемся. но и активируем или модулируем аффилентные входы по стабилению давления и имущества. Есть и другие способы. И обратная связь, обязательно контроль. это флексионный тест, тест от силы. И я все-таки им учитываю, что и говорю, что это флексионный тест не как с Алексеем Горчичем Симарко, он подверил его для многих обучающихся. Так и тест силы по Дэвид Улив, он и на время интерпретации, он как автор, одного из авторов этой системы стоит использовать. Итак, ортезная коллекция может применяться в эпидемиологии или вовлечении пациентов в сиропевтическую деятельность обязательность тем, чтобы они знали, для чего важны эти ортезы и эти способы контролировать на себя. Также флексионному тесту легко обучить и родителей для ребенка. Ну и в виде уже исследования это есть в том, что оформляется историей болезни в виде... Как это было сказано, и описательных как принято в ортопедии и иммунальной медицине, ну и вот, собственно говоря, исследования и обычно принятые в клинической практике есть. Важно, что есть прямая корреляция между уменьшением степени асимметрии и клиническими проявлениями. В флексионном тесте в аутохтомных мышцах туловища в двигателях и геницах формы. То есть, если мы видим после наших манипуляций симметрию, то, как правило, у этого у человека увеличивается объем движений, уменьшаются его жалобы на боль или болезнь, которую мы уже специально исследовали. В качестве участников 490, здесь написано, но сейчас уже больше, то есть, на 8. вот, поскольку исследуется каждый человек, то количество исследований, конечно, больше. Здесь мы видим типичные пациенты с клиозом и участки блокирования, как принято нам называть. Мы можем перевести это в рефлекс опоры. И мы видим в каждом разе на этих пациентах мы видим вершину в таком же составлении скоротой мышцы. Ну, здесь мы видим симметрию лица. Это очень характерно для астрологических больных. И мы видим, что в этой симметрии проводились работы и раньше эксперименты. Магнус как-то экспериментировал. Удалили лабиринт левого кролика и затем он 4 месяца пожил. Вот что получилось. Получилось и скривилось. И мы видим асимметрию лицового скелета. Видим тут и разница глазниц видна. Справа меньше, справа больше. Дуки еще раз видно меньше. Крылья подброшенные как у человека, так и кости таза, у крови тоже асиметричные. То есть получается, что какой-то аффилентный вход воздействует на двигательную систему и все, как мы и говорили, реализуется через натяжение мышц и передается у кров после ткани. Вот так обычно фотографируются сколиозы, но мы видим, что это касается разных частей тела человека. и еще раз много раз повторяется этот знак, потому что не важно, что он хирургически сколиен. И в артопеде это известная вещь, закон доктора Фолькмана. Мы знаем, что есть механо-селективные каналы, которые являются тем атомическим субстратом. Почему там, где мы давим, растет меньше, а там, где, ну, понятно, это распределение давления на пациента со сколиозом. И